Всем привет, дорогие друзья, и вот случилось то, о чём я говорил аж целых пару месяцев назад. Да, господа, то самое DLC для Dead Cells под названием Fatal Falls наконец-то вышло в релиз. И мне, как пятиклеточному ветерану, удалось поучаствовать в закрытом альфа-тесте, а также одному из первых получить релизную версию этого DLC. Релиз, как обычно, прошёл не без происшествий. Были регулярные вылеты, ломались предметы, а кого-то и вовсе не пускали в DLC-шные локации. Так, тихо, ребят, ребят, муфта, смотри. Да-да-да, пошёл, да. Видишь, да? Видишь, муфта? Да-да-да. Опа! Но разработчики быстренько всё починили, кроме одной ачивки, которую вроде как всё ещё нельзя получить. В DLC добавили две новые локации, новых противников, нового босса и несколько новых предметов. Пройти в DLC можно после убийства Привратника, а босс этого DLC является альтернативой Гиганту и Хранительнице Времени. Но давайте пойдём по порядку. Итак, первая локация — Расколотые Светилища. Эта локация ярко отражает суть названия DLC — Фатальное Падение. Это довольно длинная горизонтальная локация, которая просто пкишит небольшими платформами, рушащимися полами, птицами, ловушками, которые с лёгкостью могут сбросить вас вниз. Ну и арсенал врагов, которые подобрали под стать биому. Слэшеры, жирничи, которые пинаются и хукают, бомберы, а также новый противник, который умеет метать джавелины. Всё это сопровождается охренительным остом того самого Вальмонта, и прям, вот знаете, вот прям чувствуется весь этот драйв, когда ты туда-сюда прыгаешь, уворачиваешься от всяких пил и ловушек, смачно рубишь врагов, и всё это под драйвовые вот эти вот, блядь, как эти инструменты-то называются. В общем, вы поняли. Также в локации есть небольшие постройки, в которых можно найти целых три магазина, гарантированный проклятый сундук, а также комнату с тремя легендарками на выбор, которую охраняет вот такой здоровенный страж. Из анлоков на этой локации можно найти Железный посох Выпадает из каменных стражей Брутально сурвовое оружие ближнего боя с комбо из трёх ударов Удары этого оружия могут парировать атаки ближнего боя и после этого критовать в течение небольшого времени Примечательно и то, что с этим оружием совместимы мутации на парирование Таким образом вы можете лечиться, уменьшать кулдаун скиллов и бустить урон за счёт сурвовых мутаций Неочевидный, но очень интересный момент касательно этого оружия Им можно совершенно спокойно бить в спину шипастых мобов Их обратный урон считается милишной атакой и парируется без ущерба для игрока Ну и криты соответственно тоже работают Оружие отлично зайдёт в комбинации с ледяным армором и свистком гиганта Айсармор даст шанс на ошибку, а свисток можно будет часто использовать за счёт уменьшения кд Змеиные клыки Выпадает из вот этих змееподобных существ и является брутальным оружием ближнего боя Оружие телепортирует к ближайшему противнику и накладывает яд Также оно критует, если на противнике есть 5 и более стаков яда Честно говоря, в обычных локациях выбивать криты достаточно сложно Обычно враги умирают быстрее, чем за 5 ударов А если и набирают эти стаки, то крит уже не имеет никакого значения Но в целом под него можно взять едкое облако и мутацию на уменьшение кд за убийство в ближнем бою Тогда яд будет стакаться быстрее В остальном, несмотря на то, что мне нравится быстрое оружие и я всегда топил за брутальность Чё-то как-то не вкатило И та самая Сиренада Меч, который красовался почти на всех постерах этого DLC Находится он в секретной части этой локации Для того, чтобы в неё попасть, нужно найти невидимые платформы, по которым бьют эдакие капли дождя Затем пропрыгать полосу препятствий из ловушек и убить очередного каменного стража Дальше попадаем в секретную локу и получаем оружие Чертежа на него нет, но чтобы его открыть, его нужно донести до коллекционера И нет, не до босса, а в место, куда обычно приносят чертежи Сиренада, несмотря на то, что я назвал её оружием, является скиллом Это летающий говорящий меч, который бьёт врагов и накладывает на них метки Причём Сиренада бьёт даже соседние платформы, фактически летая по всему экрану При повторном использовании меч можно взять в руки и удары этим оружием будут критовать по врагам с метками То же самое работает и в обратную сторону Удары мечом из рук накладывают другую метку Если пустить меч летать, то он будет критовать по врагам с этой меткой Сиренада это вполне самостоятельный предмет, под который, на мой взгляд, не особо нужны какие-то синергии Да и не шибко они вписываются Ведь с ним у вас будет только один слот под скилл и один слот под оружие Технически вы, конечно, можете использовать какое-то оружие, пока меч летает Но я не вижу в этом большого смысла Также, если вам вдруг удастся выбить легендарку и взять таким образом две Сиренады То вы можете считать игру пройденной Бесконечные криты и полнейший салат гарантированы Так что любителям кастом-мода и товарищу Старперу передаю большой привет Итак, с этой картой мы разобрались Едем дальше Ааа, стоп, подождите, чуть не забыл Для того, чтобы пройти в следующую локацию DLC Вам нужно найти труп работяги и взять с него чертеж костюма После чего вернуться в эту локацию в этом костюме И тогда дверь откроется И да, не забудьте донести чертеж костюма через другую локацию А то я один раз так уже лоханулся Сам костюм, кстати, это тот еще кек Выглядит как будто школьник, которому мама купила спортивки на 10 размеров больше Короче говоря, видно, что над ним не особо работали Ну да ладно, переходим ко второй карте Вторая карта под названием Бессмертные берега Представляет собой мрачную локацию с разбитыми кораблями и островом на заднем плане Здесь нам предстоит спуститься вниз и узнать об экспериментах, связанных с главным героем В локации нас поджидают несколько новых противников, среди которых Провальные гомункулы, которые умеют так же как и мы сбрасывать голову и атаковать ей Различного рода зомби, с лопатой, с луком и с мечом И отступник Очень опасный моб, который призывает врагов и посылает их за персонажем Также он умеет ставить защитную стенку и бить в ближнем бою Опасен он тем, что в кратчайшие сроки может забить и без того забитую платформу кучей противников И если вы играете с каким-нибудь луком без прошивания целей Игра может с легкостью превратиться в ту еще пытку Так что если вы идете в эту локацию, то рекомендую запастись какими-нибудь гранатами и оружием с АОЕ В этой локации есть три новых чертежа Громоотводы Выпадает он с гомункулов И это тактический скилл, который устанавливает до двух громоотводов После чего бьет молнией всех, кто стоит между ними Честно говоря, мне показался весьма бесполезным предметом Ведь его урон не так уж и велик А способ применения не самый быстрый и уж точно не самый удобный Но поиграться вполне сойдет Кокон Тактически сурововый скилл, который, как ни странно, парирует Удачное применение скилла обнуляет кулдаун В противном случае КД составляет 12 секунд Сначала я не понял, типа, зачем этот скилл, когда есть щиты, да? Но потом я вспомнил, что в игре теперь есть двуручное оружие И получается, что теперь у двуручки есть своеобразная вариация щита Круто, здорово, однако я уверен, что многие все еще будут использовать дамажные скиллы вместо этого кокона Но для любителей суперсайлового геймплея вполне себе Чертеж предмета находится в секретке с тремя дверьми Здесь вам нужно найти на локации два светящихся символа и выбрать правильную дверь Если выберете неправильную, увы, чертеж сможете достать только в следующий раз И третий предмет Фонарь Фонарь, как вы уже догадались, выпадает с отступников И он является двуручным брутально-тактическим оружием Милишная атака за счет убийства врагов и последнего удара в комбо по боссам Накапливает души, после чего ими можно выстрелить Если зарядить при этом более трех душ за раз, то они будут наносить критический урон И несмотря на то, что это оружие идейно очень интересное, я вижу в нем один фатальный недостаток Из-за того, что разработчики начудились цветами в прошлых апдейтах Можно сказать, что брутальность теперь исключительно под ближний бой, а тактика исключительно под дальний И тут непонятно, через что этим оружием играть Если через брутальность, то ранжовая атака духами будет иметь мало смысла А если через тактику, то подходить в мили и бить слабой атакой, чтобы набрать душ Тоже звучит совсем неэффективно При этом вы еще и делаете мутацию безмятежность бесполезной В общем, пока чего-то супер полезного с этим оружием я не придумал Но если вы вдруг нашли уже что-то интересное, милости прошу в комментарии И это, в общем-то, все по второй локации и остался только новый босс Представляю вашему вниманию Пугало Не знаю, что о нем рассказать В целом, все, что он умеет, вы видите на экране Могу лишь отметить, что этот босс мне показался очень легким В сравнении с тем же гигантом и уж тем более таймкипером Однако, одна из атак, а именно когда он метает серпы, очень и очень опасная Я не так много раз успел подраться с этим боссом, однако серпы летят по очень странной траектории Причем есть несколько вариантов, как они полетят, и быстро на это среагировать очень сложно В остальном, босс предельно понятный, и мне даже удалось убить его без урона И получить заветную ачивку Прирожденный Садовник С босса, кстати, падает чертеж на эти самые серпы Тактически сурвовый скил, который запускает их вокруг вас и дамажит задетых врагов С каждым попаданием они критуют и наносят все больше и больше урона После чего возвращаются обратно Очень мощная штука, довольно приятная анимация И наконец-то у нас появился боевой зеленый предмет Ну а DLC на этом, собственно, заканчивается И впечатления о нем у меня весьма неоднозначные С одной стороны, DLC очень клевая Правда, интересные локации, необычные предметы Здесь даже немного расширили лор Но вот я все прошел, все посмотрел И на этом все закончилось Честно говоря, сразу появилось навязчивое желание спросить и че Скажем так, для новых игроков Это DLC, как и The Bad Seed Это отличное расширение для игры, в которой без того много контента Но у меня, как у человека, наигравшего 650 часов в эту замечательную игру Желание снова активно в нее играть вот вообще не появилось То есть я просто потрогал новый контент, сказал понятно и на этом все Но тем, кто все-таки заинтересован, к покупке однозначно рекомендую Оно того явно стоит Спасибо за просмотр и если видео вам понравилось, буду рад вашей подписке на канал Это очень важно для моего развития Также вы можете поддержать канал спонсорской подпиской Спонсоры второго тира, кстати, получают ранний доступ к новым роликам На этом все и до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok